Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Мир вам, дорогие радиослушатели! В эфире студенческое радио ЗАУ-ФМ. Света? А знаешь ли ты, что скоро, а точнее 21 декабря 2012 года, по предсказанию племени Майя, будет конец света? Не светы, а конец света! Даник, какой ты наивный! Никакого конца света не будет, все это бред! Ну а вдруг? Надо же подстраховаться! Что значит вдруг? Никаких вдруг! Ты что, не знаешь признаков конца времени? Они записаны в Библии, Даник! Знаю, но ведь может случиться так, что когда будет настоящий конец света, все люди, привыкшие к постоянным ежегодным концам света, настоящего-то и не заметят. Будет как с Ноем, он всем говорил, его не слышали. И потом пришел потоп. Я, кстати, об этом не задумывалась. Вот-вот. Сейчас придет гость, и мы с ним подробно поговорим на эту тему, а пока выслушаем музыкальную композицию. Заходите на сайт нашего университета Проходит ночь, рассеян мрак, уходит горечь и боль, сомнения и страх. Когда ты здесь, в своих руках, ты держишь руку мою, тебя, Отец, я люблю. Ты все мое желание, во мне живет мечта твоя, лишь одного желаю. ЗАУ-ФМ Познать тебя, любить тебя, ты все мое желание, я пленен твоей мечтой. И все, чего желаю я, быть с тобой, любовь моя. Приходит свет, приходит жизнь, освобождая сердце, мое от лжи и небеса. Открытый вновь, изливая дождем на землю, милость и любовь. Ты все мое желание, ты все мое желание. Я пленен твоей мечтой, и все, чего желаю я, быть с тобой, любовь моя. Да ты живешь во мне, а я горю в твоем огне. Любви пламя, все сильней. Цена заплачена, мне предназначена, Быть возрожденным любовью твоей. Да ты живешь во мне, а я горю в твоем огне. Любви пламя, не погаси. Цена заплачена, мне предназначена, Пройдя через грязь, научиться любить. Научиться любить. Цена заплачена, мне предназначена, Тобой научиться любить. Цена заплачена, мне предназначена, Пройдя через грязь, научиться любить. Все мое желание, во мне живет мечта твоя. Лишь одного желаю я, познать тебя, любить тебя. Дорогие радиослушатели, с вами снова студенческая радио ЗВФМ. И сегодня у нас эфир очень необычный. Мы сегодня говорить о конце света. Но мы уверены, что эфир не последний. И мы раскроем эту тему вполне. И поможет нам в этом главный редактор, издательство «Источник жизни» Антон Анатольевич Петрищев. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Анатольевич. И Даник тоже. Я думаю, все вы слышали, что 21 декабря 2012 года, как предсказало племя Майя, будет конец света. Очередной. Очередной конец света. Вот что вы думаете по этому поводу? Я вообще недавно анекдот слышал на эту тему. Уже анекдоты есть. У нас приветствуется. 21 декабря 2012 года приближается к Земле метеорит. Все в панике, ждут конца света. Метеорит ударяет в Центральную Америку и прямо в каменный календарь Майя. И разбивает его в пыль. Сбегаются ученые, начинают смотреть и находят надпись на метеорите. Там написано «Срок действия предыдущего календаря закончился 21 декабря 2012 года. Мы высылаем вам календарь на ближайшие 5000». Спасибо, что используете наши каменные календари. Да, друзья. Может быть, действительно, это чья-то шутка. Я слышал много предложений. Может быть, просто кому-то лень было дальше писать. Я слышал анекдот о том, что России доверили Олимпиаду в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Потому что все уверены, что будет конец света в 2012 году. Да, тема действительно насущная. И людей в церкви, и людей светских интересует. Когда же все-таки этому миру настанет конец? Какие-то признаки, какие-то пророчества? Почему такой интерес к этой теме? Всегда как-то людям было интересно знать, что будет. И человек как-то ожидает, что все должно закончиться. Мы привыкли к тому, что у всего есть конец. Есть конец у каждого из нас. И предполагается, что должен быть какой-то конец и у нашего мира, наверное, поэтому. А как часто выдвигают вот эти вот даты концов света? Ну, на моей памяти, не знаю, могу вспомнить, наверное, пять или шесть. Здорово. На самом деле много таких самозванцев, которые говорят, что вот, я пришел, Иисус на землю. И поэтому, ну, в общем, у меня так несколько раз в церкви просто было. Очень удачное слово «самозванцы». Все эти концы света, так как они, во-первых, не состоялись. Все они, конечно же, поддельные. И так как мы здесь сидим в студии, и мы живые, значит, этот мир еще здесь. Все эти концы света не настоящие. А давайте же поговорим об оригинале. Собственно, то, что подделают. Конец света – пришествие Христа, тот, который описан в Библии. Расскажите о признаках этого настоящего конца света. Как же его отличить, чтобы не остаться в дураках? Вообще, интересное выражение – конец света. В Библии нет такого выражения. А какое есть? Вот вы сказали о втором пришествии Христа. Наверное, все-таки для человека верующего то, что произойдет при втором пришествии и все последующие события – это, наверное, конец тьмы, а не конец света. Это конец зла, конец греха. И начало света, начало новой жизни, начало нового мира. Да, Библия дает ряд признаков, которые будут показывать о том, что конец приближается. Ну, это такие известные события, как войны, эпидемии. Землетрясения. Да, природные катаклизмы. Это рост преступности, падение нравственности. На самом деле, эти признаки, наверное, существовали во все времена. В последнее время мы наблюдаем, что они существуют в какой-то большем масштабе, с большей интенсивностью. Все это происходит чаще и чаще. Только за 20 век наша планета пережила две мировых войны. И такое количество катаклизм за последний век произошло, которых не было до этого вместе взятых. Да. Интересно, что даже первые христиане в первом веке, они видели многие из этих признаков исполняющимися в свои дни. И многие апостолы даже были убеждены, что Христос придет во второй раз при их жизни. Ах, наивные. Да. Но один очень важный, мне кажется, признак, который мы видим исполняющимся сейчас, это проповедь Евангелия. Проповедь, благою весть об Иисусе Христе. Христос сказал, что Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и только тогда наступит конец. И мы видим, что сейчас с развитием информационных технологий, средств массовой информации стало возможным донести евангельскую весть практически в любой уголок Земли. И это то, что происходит сейчас. Ну, а вот помимо вот этого, то, что Вы сейчас сказали, природный катаклизм, что-то еще, может, будет? Ну, есть еще какие-то признаки? Потому что вот эти войны, они уже есть, землетрясения есть. Значит, по сути, может быть, 21 декабря действительно будет конец света? Может быть, а может быть. С конца выпуска, дорогие друзья. Да, дело в том, что когда мы говорим о признаках, сам Христос говорит, что если Вы видите, как распускаются листья на дереве, Вы знаете, что приближается лето. То же самое вот с этими признаками Второго пришествия, признаками конца одного мира и начала другого. Они не указывают на точную дату. Они указывают на приближение этого события. И на самом деле точная дата, она не важна. Нигде в Библии не говорится о точной дате, и нигде Христос не подчеркивает, что важно, когда именно это произойдет. Важно другое, что это произойдет, и что необходимо быть к этому готовым. Насколько я знаю, еще один из признаков – это указ о воскресном дне. Что Вы можете сказать по этому поводу? Да, это также один из признаков, когда мы берем в целом картину последнего времени, изображенную в Священном Писании. Мы встречаем указания на печать Божию и начертание зверя. И мы верим в то, что начертание зверя будет связано с вопросом поклонения Богу, истинным поклонением и ложным поклонением. Истинное поклонение, в свою очередь, касается четвертой заповеди – поклонение Богу в субботу. Соответственно, ложное поклонение – это изменение четвертой заповеди, изменение дня поклонения с субботы на воскресенье. Но я встречал людей, которые говорили, ну, вот перед вторым пришествием, перед концом света должен выйти указ о воскресном дне. Поэтому пока он вышел, нам не нужно беспокоиться. Мы не будем особенно готовиться к этому событию. Мы будем жить, как мы живем, а вот когда выйдет указ о воскресном дне, вот тут мы быстренько все покаемся и приготовимся ко второму пришествию. Вы сказали то, что не важно когда. Важно для людей, чтобы быть готовыми. Да, важно для людей, но дело в том, что мы все равно не знаем когда. И Христос очень ясно это показал, говоря о втором пришествии своем. Он рассказал несколько притч. Эти притчи очень интересно показывают, что именно важно. Вот он говорит, например, что слуга нерадивый думал, что не скоро придет господин его. А господин пришел раньше, чем слуга ожидал. То есть, Христос вернется раньше, чем ждут его многие люди. И они окажутся неготовыми. С другой стороны, были 10 девушек, которые ждали, подружек невесты, которые ждали жениха. И жених замедлил, написано. И у некоторых из них не хватило масла для светильников. То есть, некоторые не будут готовы, потому что Христос вернется позже, чем они ожидали. Еще одна притча говорит о хозяине дома, который не знает, когда придет вор. То есть, если бы он знал, он завел бы будильник за полчаса, встал, оделся, умылся и приготовился бы встречать этого города. Каким-то образом он бы предотвратил ограбление своего дома. Но этого не происходит. То есть, будут люди, которые не будут готовы совершенно, потому что они просто не знают, может быть, не думают и не хотят думать об этом. То есть, важно не то, когда это произойдет. Важно, что это произойдет, и Христос в каждом из этих случаев говорит, и так, будьте готовы. Все-таки мы много говорили о конкретной дате, и не знает того никто ни дня, ни часа, но все же мы можем делать какие-то умозаключения и свои предположения. Если бы вас спросили, когда? Ваша точка зрения, что бы вы ответили? Я честно скажу, я не знаю. И может быть, завтра. А такое может быть? Все может быть. Потому что мы не можем Бога подвести под какие-то даты. Бог устанавливает даты. Он знает, события, которых мы ожидаем, они могут произойти на протяжении долгого времени, или они могут произойти в очень сжатый период, или они могут произойти вообще по-другому, чем мы себе представляем. На самом деле, для каждого человека это событие может произойти в любой момент. Человек умирает, и это для него конец света. Получается, любое прогнозирование не имеет никакого смысла. Ведь завтра тебя может сбить машина, вот тебе и конец света. Совершенно верно. Для тебя, да, это твой личный конец света. А может ли сатана с целью напугать народ, ну, как сказать, сделать что-то подобное к концу света? Качественная подделка. Да, качественную подделку сделать, чтобы действительно вот 21 декабря действительно произойдет что-то, какое-то землетрясение, и все действительно поймут, что действительно вот, это конец света. И какая паника начнется, представляете себе? И какая паника, я представляю, что будет. Да, возможно. Я думаю, что в силах сатаны это сделать, Библия пишет о том, что сатана обладает большой силой, большим могуществом, и может совершать великие чудеса, и имитировать действия Бога в том числе. Я не думаю, что сатана очень заинтересован в том, чтобы кого-то напугать, потому что страх – это достаточно сильный стимул для того, чтобы поверить в Бога. Может быть, это не самый правильный, не самый лучший стимул, но очень часто люди, когда они переживают страх, они обращаются к Богу за помощью. Но я думаю, что сатана заинтересован в том, чтобы подделать конец света, и, может быть, сделать это неоднократно, для того, чтобы вселить в сердца людей своего рода неверие, скеппицизм. То есть, повторяются эти события, нас пугают концом света, что-то происходит, а на самом деле всё потом проходит, всё забывается, всё в прошлом. И человек перестаёт верить, что вообще это когда-нибудь произойдёт. Как я поняла, к концу света мы всё-таки должны готовиться. А вот каким образом мы это должны делать, я ещё не услышала. Вот как вы считаете? Я читал недавно одну интересную сказку, христианскую сказку. Главный герой этой сказки – Филин, который ждёт Иисуса Христа. Очень интересно. Ждёт к себе в гости, читает Библию, молится, размышляет. Раздаётся стук в дверь. Филин подходит, открывает дверь, смотрит, там Белочка. Белочка, а на улице дождь, холодно, поздняя осень. Белочка плачет. Говорит, что случилось? Она говорит, я где-то спрятала свой запас орехов на зиму и забыла, где он, и теперь не могу его найти, и хочу кушать. Он говорит, ну ничего, не переживай, давай мы с тобой помолимся. Господь поможет тебе, помолился с ней. Говорит, так, давай подумаем, где ты собирал орехи. Так, взял, нарисовал карту, говорит, вот, наверное, здесь ты их спрятала, иди, ищи себе. Ну, Белочка голодная, холодная, пошла снова в лес искать свои орехи. А Филин довольный, значит, говорит, ну вот, я помог Белочке, какой я молодец. И дальше ждёт Иисуса. Приходят к нему птички, тоже мама, птичка с птенцами, тоже замёрзшая. Говорит, наше гнездо разрушилось, нам негде жить. Он говорит, я тут видел неподалёку одно гнездо, оно, конечно, старое, его нужно отремонтировать, но, в принципе, можно в нём пробыть какое-то время. Идите туда-то, туда-то, вы его там найдёте. Они отправляются туда. Он дальше ждёт Иисуса. Приходит ёжик, говорит, я такой одинокий, у меня нет друзей, никто меня не любит. А я у тебя в окне увидел надпись такую «Бог есть любовь». И вот подумал, может, ты мне поможешь как-то. Он говорит, давай мы помолимся с тобой, чтобы ты почувствовал Божью любовь, чтобы у тебя друзья появились. Они помолились. Он говорит, ну всё, теперь иди, пусть Господь тебя благословит. И после этого он сидит уже, вот, уже ко сну его клонит, ночь наступает, и кто-то стучится в дверь. Он говорит, ну кто там ещё пришёл, мне ничего не надо, уходите, не мешайте мне, я тут жду важного гостя. Вот. И заходит Иисус. Наконец-то. Он говорит, это я. Он говорит, ой, извини, я не знал, что это ты, я ждал тебя, я так готовился. Вот. Он говорит, ну а как же, если ты ждал меня, если ты готовился, да, почему ты тогда не накормил голодную белку, да, почему ты не приютил птичку с птенцами, почему ты ёжиком другом не стал, который к тебе пришёл такой одинокий. Вот. И если ты так хорошо знаешь обо мне, почему ты этого не сделал? И, конечно, тут Филин осознаёт свою неправоту, просит прощения, Иисус его прощает, тут приходят все эти звери и все рады и счастливы. То есть, интересная притча, которая показывает нам вот таким простым языком, что значит быть готовым. Целый блокбастер у нас сегодня. Да, на самом деле. Быть готовым означает поступать так, как поступал Иисус. Жить по Его Слову. Потому что всё остальное Он сделал уже для нас. Он умер за нас, Он пожертвовал собой, Он избавил нас от греха, Он сделал нас готовыми к Своему пришествию. Нам остаётся только идти по Его стопам. Вот интересно, если задуматься и представить себе картину, что Христос приходит завтра, и сразу, если честно, в своём сознании возникает мысль, а я же не готов, и появляется страх. Причём как у человека верующего, так и у верующего, страх перед концом света. Это нормально для… Ну, для неверующего понятно. Хочется жить, а тут конец света. Нет, ребята, не пойдёт. А для человека верующего? Для него боязнь конца света? Понимание, что он не готов? Что появляется даже какая-то паника? Для него это нормально или нет? Ну, человек верующий, он тоже человек. И, наверное, такие чувства, если они имеют место, они говорят о несовершенстве нашей веры. На самом деле, конечно, мы понимаем, что Бог всё для нас сделал. Он хочет нашего спасения. Он даёт нам это спасение даром. Он гарантирует его нам. Но как люди мы склонны сомневаться. Это в нашей природе. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что это, наверное, нормально. Это естественно для нас как людей. Но это не должно пугать нас слишком сильно. Если мы доверяем Богу, то мы можем не бояться конца света. Даже если он наступит завтра, мы можем радоваться этому событию. Всё-таки отношение ко второму пришествию верующего человека и неверующего человека отличаются. Вот в чём проявляется это различие? Ну, в том, наверное, что один верится, другой нет. Для неверующего человека это событие, скорее всего, является вымыслом каким-то, которое никогда не произойдёт. Если неверующий человек думает о конце света, то, наверное, думает больше в каких-то научных терминах. Солнце взорвётся или, наоборот, погаснет, или какой-нибудь астероид врежется в землю, или будет ледниковый период, или что-то такое. Верующий человек имеет основания в Священном Писании и верит в это. Итак, друзья, какие выводы мы можем сделать? Конец света на самом деле может быть близок. Насчёт индивидуального конца света, то есть конца вашей жизни, тут вообще вопрос очень непростой. Вас может завтра же сбить машина, и вот вам конец света. Но не будем заканчивать на этой негативной новости. У нас есть пример. Отличный пример Иисуса, которому нужно просто следовать. Вот и вся подготовка. Друзья, большое спасибо за то, что сегодня вы нам помогали. И у нас, подожди, Даник, как же наша традиция? У нас есть традиция на радио, что каждый гость должен обязательно пожелать что-то интересное нашим радиослушателям. У вас сейчас есть эта возможность. Хорошо. Один человек, не помню, кто именно, сказал очень интересную фразу, что любящие пришествия Христа – это не тот, кто говорит, что оно далеко, и не тот, кто говорит, что оно близко. Но любящие пришествия Христа – это тот, кто, будь оно далеко или близко, ждёт его с неизменной верой, глубокой надеждой и пламенной любовью. И вот я желаю нашим слушателям быть такими людьми, любящими пришествия Иисуса Христа. Для которых конец света будет не каким-то страшным событием, а будет чем-то радостным, чем-то ожидаемым, будет встречей с тем, кого они давно и долго ждут. Полностью присоединяемся к вашим пожеланиям. Я почему так торопился закончить эфир? Я пылаю теперь желанием приготовиться ещё сильнее и больше, и скорее хотел убежать этим делом и заняться. Большое спасибо. Тема сегодня интересная. И помог нам разобраться в этой теме главный редактор, источника жизни, Антон Анатольевич Петрищев. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. Одни же том и часть никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Евангелие от Марка, 13 глава, 31 и 32 стихи. Все наши попытки предсказать этот день ничтожны. Всё, что мы можем делать, это жить, как будто бы каждый день последний. Для нас, как верующих людей, есть надежда, что после конца этого света для нас наступит начало другого, гораздо лучшего. Не бойтесь конца света. Ждите Господа. И слушайте за УФМ. С вами были ваши ведущие Светлана. И Даниил. Надеюсь, до скорых встреч. Всем пока. Наша передача на этом заканчивается. Ждём ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»